Всем привет! Скоро Новый год и новогодние праздники, Рождество и все вот такие важные значимые даты. А ещё самое интересное, то, что лично я жду и ждут участники группы, которую я провожу уже несколько лет подряд. Это 13 ночей июля, которые начинаются с 19 декабря по 31 декабря. Каждая ночь волшебная, каждая ночь имеет своё значение. И это тоже шикарное пространство для того, чтобы использовать для построения целей, желаний, для того, чтобы не просто прожить эти дни. Вы знаете, я думаю, что в этом году огромное количество нас, украинцев, осознали, что мы как-то неправильно ставили цель, неправильно прописывали желание. И вообще, возможно, чего-то вообще не того хотели. И в этом году я чётко понимаю, что я одна из вас, и я так же, как и вы, в этом году начинаю формировать совершенно другое понимание, чего я хочу, составить совершенно другие цели и желания. Зачем нам вообще ставить цели? Вы знаете, наш мозг, он не может без ориентировать в жизни. И вот я помню в начале войны вот это состояние, когда вот все цели, которые я ставил, они, ну, многие из них просто рухнули и разбились. А ещё больше меня, знаете, что напугало, что была такая точка, когда мне казалось, что вообще бессмысленно ставить цель, то есть бессмысленно вообще чего-то хотеть, бессмысленно вообще к чему-то стремиться. Вот как будто вот на данный момент в этой реальности, в этой вселенной, ну, вообще всё не имеет смысла, и зачем тогда напрягаться, зачем тогда к чему-то стремиться, если у тебя здесь вообще нет выбора. Так вот, цель — это про выбор. Цель — это про то, когда мы ставим для себя всё равно ориентир в пространстве и начинаем смотреть в эту сторону, то есть начинаем двигаться в эту сторону, начинаем думать про это, начинаем хотеть этого. Вот, знаете, какая у нас вот была очень яркая бессознательная цель, я думаю, что огромное количество людей, кто сейчас находится не дома, вот очень сильное желание, это прям инстинктивное такое внутреннее, говорится, цель от сердца, это достигнуть всё-таки той точки, когда я могу быть дома, и у меня дома будет опять же, как раньше, хорошо и комфортно. И это тоже цель, это тоже желание, и эта цель, и это желание, оно нам очень сильно греет, сердце очень сильно греет, говорят, душу, и очень сильно даёт силы для того, чтобы проживать сегодняшний день, даже когда очень сложно. Так вот, мы должны учиться всё больше и больше опять возвращаться к тому процессу, когда у нас много желаний, когда у нас есть цели, когда у нас есть планы. Да, пусть недолгосрочные, но они у нас есть. И если мы начинаем задумываться, когда это делать, то вот 13 ёльских ночей — это прям шикарное пространство, потому что очень важные такие глубокие есть ночи. И, например, начнём задумываться только в тот момент, когда зимнее солнцестояние, в этот момент вся Земля начнёт двигаться по женскому принципу. То есть вся энергия вот Земли и сама Земля, она переходит в инское состояние. И здесь уже будут, если говорить даже по постановку цели по мужскому и женскому типу, то смотрите, да, там по женскому типу — это я что-то увидела, и я такая, я этого хочу, я этого желаю, я хочу это так вот прям потрогать, пощупать, оно мне так нравится, так кайфово. И это по женскому типу. А по мужскому, вот чем больше логики, чем больше конкретики, чем больше конструктивных, вот таких там мыслей, точки, то есть я хочу именно это, я хочу именно к вот такой дате, я хочу именно через такой период, я хочу вот с такими людьми, меня должны быть окружать тот и тот, именно в этом городе, именно там, не знаю, на этой улице, там ещё что-то. То есть чем больше жёсткости и конкретики, это мужской принцип. Так вот, наша жизнь и наш год, он делится вот так вот полярно, с летнего солнцестояния начинается, начинает земля и мир двигаться по мужским энергиям, а с зимнего солнцестояния мы переходим в женские энергии. И вот знаете, как первое время становится очень тёмным, очень таким сложным, потому что женщина набирает свою силу и женщина готовится к тому, чтобы выйти из тени, чтобы предъявиться и показать всему миру, всей вселенной, что я есть. И я готова себя показывать и демонстрировать, и что-то делать и создавать. И женщина будет вот набирать оборот и ходить вот наша земля в такой вот женский принцип и в женское состояние. И если мы умеем жить только по мужским стратегиям, вот где-то с 20-го, вот 21-го, когда начинается зимнее солнцестояние, по мужским стратегиям будет немножко сложновато. Будет, знаете, иногда вот прям в надрыв, иногда будет состояние, как будто надо прям сломать себя, как будто переступить. И это будут все маркеры про то, что вы продолжаете двигаться и бороться мужскими стратегиями. Мир сейчас переходит в женское. И если мы хотим быть с миром в балансе и в таком ВКонтакте, в рапорте по Нелперске, да, там, мы хотим, вернее, нам нужно тогда научиться так же перестраиваться, становиться более гибче, мягче, уметь жить в пространстве, когда ничего не понятно, а на данный момент иногда ещё, когда ничего не видно, и в прямом смысле этого слова. И это совершенно другое состояние, но в этом состоянии есть совершенно другая сила, и нам тоже важно её открыть. Если вы хотите прожить этих 13 ёльских ночей со мной вместе, если вы понимаете, что эти ночи, вы можете даже так прогуглить, посмотреть, если не знаете, что такое ёльские ночи, или я оставлю ссылочку, я записывала эфир, именно расписываю детально, рассказываю, что такое ёльские ночи, поэтому можно его посмотреть. Это прям волшебное такое состояние, очень круто его прожить вот так вот по-особенному и по-волшебному. Поэтому, если вы со мной, обязательно добавляйтесь, ссылку на регистрацию также оставлю, и мы проживём эти 13 ёльских ночей более осознанно и подготовим себя к переходу в женское состояние, в переходу в более гибкое, в переходу в более такое желаемое состояние, то есть когда мы не только сухо ставим там или цели от боли, от состояния небезопасности, или от состояния, когда нам некомфортно и надо что-то сделать комфортно, а вот подключим ещё состояние желания, эмоций, кайфа, наслаждения, удовольствия. Это тоже очень важно сейчас включать, это на данный момент является важным, но главным принципом. Вхождение в женское состояние. И даже если говорить вот так вот глобально, вы знаете, на данный момент мир требует, прямо, вы знаете, чтобы сбалансировать этот мир, чем больше нас женщин, всё-таки сейчас вспомнит о том, что мы женщины, начнём опять включаться в женские состояния, чем больше этого будет, тем больше мира будет на земле, потому что мир как-то вот чересчур раскачался в женское состояние, а когда янь слишком много, это как раз война, разрушение, и вот то, что и происходит, и, как говорится, вот это прям разрушение, это состояние, оно начинает прям разрастаться, разрастаться, я смотрю, как уже оно начинает поглощать другие страны, то есть знаете, как некая такая травма, боль на нашем земном шаре, который начинает уже выходить за территорию даже нашей любимой Украины. И это всё тоже мы, люди, через свои состояния, энергии тоже имеем возможность сбалансировать. Но если говорить даже просто тупо про своё «я», про свои удовольствия и наслаждения, свою жизнь, то сейчас тоже имеет смысл, и где бы мы ни находились, вспомнить о том, кто мы есть и какая самая сильная часть нас, а для этого её ещё будет круто, если мы сможем всё вместе её активировать. Поэтому приходите. Жду вас на ельских ночах.